Почитать людей труда, воспитывать среди молодых людей настоящих профессионалов. В послании народу Казахстана президент страны отметил важность идеологической работы. Снизить необходимо дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Чтобы привлечь профессионалов из-за рубежа, государство даже ведет послабление и будет предоставлять визы с правом получения вида на жительство. О кадровой политике сегодня много говорят общественники и специалисты различных сфер. Очередное мнение выслушал Антон Александров. Для развития человеческого потенциала важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно тех, кто добился успеха в сферах творчества и предпринимательства, отметил президент страны в ходе озвученного послания народу Казахстана в сентябре. Сегодня важно направить усилия на снижение дефицита наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT государство ведет послабление и будет предоставлять визы с правом получения вида на жительство. У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тысяч долларов, появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство, отметил президент страны. Я много лет работала в экономической сфере и понимаю, что сегодня людям не хватает знаний в этой отрасли. На свои траты люди должны смотреть, исходя из реальных потребностей, стремиться честно работать и быть хорошим специалистом в своем деле. Молодежь должна научиться правильно распределять свои доходы на собственные нужды. Президент посланий как раз и говорит о честном и самоотверженном труде. В кардинальной реформе подвергнется политика переселения кандасов и регулирования внутренней миграции. Будут учитывать демографические и экономические тенденции, а также общенациональные интересы. Сила нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких знаниях, отметил президент страны. Крайне важно, чтобы в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие. Важно, чтобы молодежь стремилась постичь все тонкости одной конкретной профессии. Я очень внимательно слушала послания президента и ожидаю хороших перемен. Надеюсь, люди прислушаются. Для того, чтобы хорошо жить, надо хорошо и честно работать. Профессионалы нужны в каждой сфере. Условия для желающих работать сегодня есть. Важным элементом благополучия граждан Казахстана станет создание единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить цифровую карту семьи и социальный кошелек. Всесторонняя поддержка молодежи – один из наших безусловных приоритетов. В 2023 году различными мерами занятости будут охвачены около 100 тысяч молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм жготного микрокредитования по 2,5% годовых. Предлагаемые меры позволят повысить эффективность системы социальной защиты граждан и сделают наше общество более гармоничным и справедливым.